Автор Последнее время на чужие стихи Хорошо В нашем деле это единственное Давайте А поскольку песня Начнем с двух Хорошо Первая песня По теме о бардах Или об одном барде По мотивам Рассказа Проза жизни А кухню супруга Варила апель Дремела посудой для зелья А я венит А не записывал брест Пургумил с ее точки зрения А я соловьем Заливался на бис Куда стою мудой по теме Жена западала Придурок, заткнись И скалку мне бросила в теме И тот же гитару бомжам А кисла Стихи порубила в окрошку Я выпал в осадок И духом осла А муза сленяла в окошко Отныне же духа идет к уму От рыжей, от речной шамовки Но я почти счастлив читаю в мугу И текст на квартиру при жаровке Сейчас до хлеба Борщец горя Жена приготовит мне пиццу С начинкой филе Соловья журавля И пересмахнет от синицы А ночью стихов распирают слова Мои нерожденные дети И пялю глаза в никуда, как сова До криков петушек до третьих До криков петушек до третьих Оксана, песня поздравила Вторая тема послаживания Война, орден Орден Завоет ночь от залпов ада И Евгенскую трубой И цель 102 накроет адом И в громких небо Мы с тобой в стрельбе отбой Пора на ужин В озяры дернуть по струну А в кишлаке взлетели души На мусульманскую луну Давно забыл на полке орден Унять тупую боль И ты на жизнь уже не долгая И спасай, а потом Ай-да-да-да-да Ай-да-да-да 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 Ай-да-да-да-да Ай-да-да-да-да Ты там разобыт на полке орден, Да не унять тупую боль, И ты на жизнь уже не плачь, Спасай только мы. Заводит ночь от залпов града и ерехонскою трубой, И цельства лава накроет адом, И вздромнет небо, вздромнет небо, вздромнет небо, Пардон был лишним, почему? Потому что неправильно попавший аккорд, Диссомировал очень, кстати, в техниках. Я думал, находка, а тут пардон. Не важно запомнить. Ошибся. Иногда ошибка очень попали. А на чужие силы тоже. Сейчас поем две песни. Поним. Что хочется сразу сказать. Хочется начать с песни второй. Это пережитая. Он единственный обязательный, тройник. Тройник у меня есть. Лирический герой, это из двух реальных людей. Которым я учился в военном учреждении. Но я там не был. Я не был там, в чужом краю. И свою совесть не корю. Там, на рекой, морем лжи. И нет моей повозки ржи. Я прав. Но кто бы ни тотал. Вот еще не прав. Так что вот, то, что рассказали, я... Я почему переспросил, потому что тема сложная. Тема больно, крайне непростая. И в основном, у нее касаются те, кто действительно пережили эту часть жизни. В данном случае, если это близкие друзья, возможно, была некоторая помощь для них. Наверное, они бы так просто сказать не смогли. И поэтому, в данном случае, за это сопричастность, несмотря на то, что самое. За это спасибо. За это спасибо. Значит, есть как минимум один фестиваль, где эта тема просто всегда звучит. И эта песня самая весна, туда я советую, очень советую попасть в Москву в июне, в фестиваль в колонии. Там есть военная сцена. Это Миша Калибрия. Наша хорошая девушка, мой большой специалист на этом деле. Надо просто очень постараться, чтобы эта песня так развлечена. Для нее спасибо вот так вот специфическую идею. Но, а насчет, мне кажется, юмора, в первой песне, я бы даже украсил название проза жизни еще по одним оценочным. Какие деления? Суровые. 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 Действительно, скажем так, мораль сей пасни такова, девушку, слушайте. Берегите. Вы знаете, почему от барда в жены не уходят? Не в чек. Есть еще эмоциональная оценка? Скажите. Ну, я совершенно с тобой согласен, да? Которая песня мне очень нравилась. Это действительно, если не переживание, то сопереживание. Очень хорошо. Что-то мне слово «Вадяра» не понравилось. Я тоже наневал большого внимания, как это немножечко выпадает из контекста. Видимо, это такой... Солидная песня как-то «Вадяра». Вообще, какой песня? Прям что-то в пьехе, еще что-то. Про «Вадяра» тоже современный слово. Можно его поискать. Вы знаете, он может применять тот термин, который звучит в жизни. Именно так. Этим, как бы, подчеркиваю. Ну, тут... Ну, я подумал, да. Так, мне так кажется, оно будет... Так, секундочку. Я тут... Я хотел бы напомнить, что... Сразу здесь вот... То, что вы думаете, то, что вы ощущаете, то, что вы записываете, это все вещи полезные, важные, нужные, и это жизнь. Но когда вы песню слагаете, там, какое-то произведение, и когда вы начинаете излагать это другим, то тут есть уже еще и законы изложения, что ли, как оно построено. И вот я хотел бы вам просто посоветовать, ну, как бы, представьте себе, что вы это смотрите в театре. Я не пускай, я имею в виду вторую песню сейчас. Что-то такое происходит, что-то есть вот более важные, какие-то места в этой песне, менее важные. Есть просто главное, к чему все это идет. Вот построить драматикой песни, излагать ее... А как это выделяется? Либо пауза, либо интонация, либо громче, либо аппорта, либо чем-то еще, чтобы эти песни не были такими, ну, такими на найсках. Понимаете, да? Не меняя ничего, просто подумать на тем, о том, что они сказаны, и как сделать, чтобы это сильнее воздействовало. А вот это творчество. Элемент творчества по работе над подачей. Есть основа, над которой... Едут. То есть немножечко вы поете, каждый все время сами себе. Немножко больше надо... ...посыл делать, да? Вот, в первой песне, вот, почти, вот, где-то, где-то себе спели, совсем длительно. Ну и вторая тоже, она... Вот такая вот... ...нашу... ...нашу... Я взялся за гитару в 46 лет. Сталки стать сетей в 47, варежку открыл в 50. То есть уже сложный человек, и я всегда волновался, и... ...защитку. Вы это чувствовали прекрасно. У вас до сих пор не было. У вас еще в столь крови сетей... ...сетей... 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 Мы из города Александрово. Называемся мы... ...Дуэт-касса. Катя с Сашей. Екатерина Будовкина и Александр Бедров. Ну, меня Викатерин. Катя с Сашей. Мы с Виктором знакомы 22 года. 22 года. Правда, я на последние 15 лет выпал. В поле зрения. Ну, вот вернулся. Нас было двое. Михаил и... ...дуэт сами. Теперь... ...другой дуэт. Первая песня... ...это наша песня. Она стихи... ...Александровской поэтессы... ...Юли Зайцевой. Называется она Кушен. Кушен. Проходите, проходите. Кушен. 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 Одиночество было выше. Всё придумывала сама, Вновь и вновь захлебнувшись доскою, Вдруг за мной тянулась рукою, И опять оставалась одна. А когда вдруг на тропу поняла, Вот она, долгожданная сила, Которую Бога просила, Протянуть руки не смогла. И понять не могла отчего, Одиночество третьим лишним вновь сдавало, И было выше иллюзорного счастья того, Непонятного счастья того, Одиночество было выше. Шеф! Шеф! Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Большое за то, что таким вот образом память над светлым человеком продолжает. Юль, мужик, загораживает все. Я тебе показываю, чтобы он не подвинулся. Слышь, он сидит и все загорает. Он не виноват, но я прошу, чтобы он чуть-чуть подвинулся. Нет, а что, он служит чуть-чуть подвинулся. Вот первые песни, я написал еще, Виктор ее, может быть, забыл, услышал наверняка. Я написал еще 20 лет назад. Ну вот, она была как бы совершенно другая. Когда мы стали петь с Катей вместе, и она так вот все переделала, и я ее совершенно спокойно взял сам. Это была, что касается первой песни, старой песни. А вторая песня, вот, стихи Ларисы, мы ее вместе написали в марте месяце. Она нам прислала стихи еще перед Новым годом, но вот как-то мы там... Я сначала тут кое-чего накидал, потом, значит, показал Кате, она говорит, нет, вот здесь надо так, здесь вот надо так. То есть вот, это опять же совместная творчество. Я даже не знаю, как его сказать. Но, вот... Вы знаете, вот здесь как раз тот самый счастливый случай у вас, в вашем варианте, что у вас, если вы имеете в виду, добьются замечательные стихи, как то пишется прекрасная музыка и великолепное исполнение. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Казинка, спасибо вам. Я даже не знаю, как это объяснить, что вы настолько проживаете песню, что тут вот ваше соапторство, да, по поводу подачи, это сейчас сказать, оно настолько прибавляет. Всему этому великолепию еще дает такое обрамление. Я после вас, я рекомендую. Спасибо. Я сейчас тебя поправлю, я песню не забыл, я просто заново услышал. А, ну да, да. Я-то помню эти слова, да, я помню, что они по-другому звучали. Да, они совершенно другая песня. Так, стоп. Тут никто-то внимательный. Потом я понимаю, что тут просто, как бы, такой качественный скачок в рамках одного и того же произведения, вот так и зашелся. Спасибо, спасибо. Можно еще пару слов, да? Да, да, да. Пока вот мои друзья-коллеги говорили, я абсолютно согласен, но у меня было время немножко вот задним членом прокрутить себя, проанализировать. Ну, несколько пожеланий, если вы хотите, конечно. Конечно, конечно. То есть, действительно, быстро и на шикарно драматургии вот это погружение будет делать. В первой песне, вот лично у меня, сугубо субъективное мнение, да? Вроде бы. Немножко ритм аккомпанементов не очень мне подошел. Вот этот рубленый ритм на фоне того, что делала Катя, шикарная драматургия, шикарная нюансировка там, все вот это вот, и вот это вот самое, мне хотелось чего-то другого. Просто там отсутствует звуковой баланс между гитарой и голосом. Не только балансом, а еще и ритмом голосом. То есть, с рисунком аккомпанемента можно поискать лучше бумаг, возможно, и лучше. Вот, это раз, и опять-таки в первой песне, потому что, не, немножко мне вот это попаду, то что оказалось, вот это локализм на попаду, А вот показалось, что он немножко из другой оперы, он не клеился в моем, чисто в моем восприятии, к мощности, к красоте этого стиха. Вокализм оставить, поискать другие какие-то слова в вокализме, его формы, вокализм, с вашим-то голосом. Вот мне показалось, что он немножко из другой лексики, из другой. Один из, то есть работа, работа продолжающая. Это не помешало вас принятию. Все посмотрите на Катю и порадуйтесь у меня. Маленький словешек, такой голос. Бравый драмат. Действительно, Рейка можно встретиться на Барбусских фестивалях, такой профессиональный локальный голос и такая красавица. Здорово. Я не знаю, что вы слышите. Я не знаю, что вы слышите. Единственное, действительно гитару заглушало в первую песню. Особенно, когда вы поете на пьяно. Мы же не слышим. Особенно, когда на пьяно, то вообще... Вы учитываете, что когда вы в микрофон поете, то пьяно слышно, да? А когда поете в микрофон, оно вообще пропадает, да? Поэтому... Я ее ругаю за это. В самом начале, когда в момент пьяно было, да, и тихо, они пропадали немножко. И слова даже не слышно. Но как только все прибавлялось, то, конечно, все было замечательно и слышно. Катенька, я бы вам извините, пожалуйста, я бы вам маленький совет, да, 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 да. Тогда вы сделаете так, ну чуть-чуть выходите вперед, а вы чуть-чуть сзади, понимаете? Тогда вы чуть-чуть, и надо регулировать немножко с воздуха, да? Ну, не слышно. Ну, не слышно. Нет, на регулировке. Прибирайте гитару. Прибирайте гитару на гитару. А так все, все время одинаково. Спасибо. А если еще унисон в пределе разложить там, хотя бы на второй голос, было бы просто гениально. Какую первую песню? Первую песню. Ну, там где... А, первая... А, первая песня. Подпевает. Нет, во второй песне там есть... Во второй? Да-да, нет предела совершенств. Вы не слушайте нас. Да. Спасибо. У вас есть специалист. Возьмите на письме, вы идиитесь. Выходите. Делайте свои... Как вторая песня называлась? Одиночество. 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 Название одиночество? Да. Название одиночество. Пусть его названий нет. Это мы придумали сейчас. Да. Я думал, вы вдвоем будете или два? Нет. Да. Все, хорошо. Здравствуйте. Гордитесь твоей памятникой. Поехали. 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 Вот как супа... Вторая песня называется «Девчонка», автора я не знаю. «Девчонка» Давайте я лучше эту песню петь не буду. Давай, давай, давай. Мы тебе верим. Девчонка 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 Как лучки, слёзки на колёсках бегут из глаз И кричат, не догонишь нас Прячутся варежки, кулачки Сверлил тырочки, как лучки Слёзки на колёсках бегут из глаз И кричат, не догонишь нас Молодец! Второй песню Честно, честно, откровенно Но это не помешало нам порадоваться за тебя и в первую песню Я надеюсь, что не будет, а нет Просто сейчас Очень натуральный, очень по-своему Кулачок, ну то, что видели, это ощущали Простойный случай, когда исполнитель Начинаешь у нас с собой переживать Настраиваешься на эту баллону То есть, что происходит? Это называется простым словом чудо Спасибо Такой потрясающий детский трагедизм Вы свои песни Галя! Галя Соловьёва Когда вы там выступать будете? В три В три, да? То есть, сейчас у вас есть минуты Сейчас он Галя идёт Споёт Галя Городова, споёт Лёша Потом, давайте А вроде Тань до него, за мной занимала Ивану нужно освободить, чтобы они готовились к выступлению А, еще один, извиняюсь Ой, здравствуйте Давай Рад вас видеть Значит, я по-любе песни А сейчас я вам там уже ждать Вот, я уже Ага Греб, тогда вы скажите Вспоминание о Москве Не лететь бы на спящем освою Возьями от всех золотых Сердце города в пути откроет Попреду всех нескольких То скитание выбрал ночи Вместо шумных и душных кафе И плывут романтично жальни Пару лодочки чуть под шофе И мочи своих трудов пролетая И поеду, там я салю В Паридонежском школе родная Так давно, где в неё тут В переулок стопаник он в прошлое Но дома здесь припомнят меня И крущу я детстве хорошим Ромбай, как прежде, зверя Лечу на милый срединку То, что весь бы когда-то любил Запою его славную песенку О кранках не без витрин И вздохну, как давно это было Моя юность, что мысли со мной И видение облака плыло Над любимой старой Москвой И видение облака плыло Над любимой старой Москвой Аплодисменты Вторая лестница Называется «Разговор по душам» «Разговор по душам» «Разговор по душам» Попробуй, мне не очень громкий голос Попробуй, попробуй Я не то, а я не так говорила Да я не знаю, увлеклась и любила Всем верной правды я сказать не решалась Как роза нежная не раскрывалась И стоит память нашей дружбы картинки А может мы с тобою не половинки Да и встречались мы с тобой крайне мало И вот стою я на перроне вакцала А я смеюсь, я вовсе даже не плачу Смеются лужи, и я верю в удачу Я на железном лень коня, на копыль В страну еду, где меня бы любили Там будет солнце задевать за вершины Не будет стыдно нам за то, что решим мы На тёплый дождь и дождь наши души В стране мечты есть летний сад А в нём груши, а яблок нет Они нам всем надоели На польду сверху стук лесос не ели В моей стране река любит же минно-вёсла Там будет солнце поют, и как и день вёсны Спасибо Пришла странная мысль вот сейчас Совершенно неожиданная Вот какое счастье, что мы слушаем гави Вот именно так, вот в такой камурном варианте Что никаких микрофонов нет и не надо Они бы вот разбили вот этот тот самый вот элемент Искренний, искренний такой вот, да И отдельное спасибо за супер строчку Вот эта строчка просто обожгла своей красотой Не знаю, увлекла себе Это так по-женски Так по-настоящему Просто сказочно Спасибо 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 Ну что, я вас вам скажу Галочка, значит, вот я знаю вас давно И я, наверное, же могу правильнее сказать это, что вы необыкновенно выросли Как я вас очень с этим не представляю Спасибо 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 Так, Алексей Спасибо Андрей, а вы с вами здесь? Песня называется... Так, Хныков Алексей, Москва, автор Так, внимание Хныков, на словах Хныков Неправильное слово Так, первая песня называется «Проклятые вопросы» Себя они вымели, на пологу разносить Чтоб ведать, где своё, а где чужое, Но даже обо всём спросив судьбу, Мне не понять, а сам я, что такое. Кому принадлежит больная плоть И дух неуловимый, словно ветер, Мне самого себя не поворотить. Я звал тебя, но ты мне не ответил. С упорством идиота размышлял, Поток своих осознавая тщетность. Я над вопросом, где же у нуля, Начало, где абстрактность и конкретность. Не находя оазиса в песках, Шагал я, как верблюд, и не сдавался, Остались лишь ожоги на ступнях. Я звал тебя, но ты не дозвался. Вопрос, где я, а где уже не я. Недолго не даёт уснуть ночами. Монета, неразменная сия, В рядовом сном стоит перед очами. Зачем и почему, вот в чём вопрос, Ответ огнём болотным где-то светит. Ты дал судьбу мне, И вот проценты в рост. Я звал тебя, Но ты мне не ответил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вторая песня называется... Я просто исключение, Можешь поставим чуть-чуть гитарику? Взял, взял. Я же такую соскосную статусу. Мы им инициатива наказуема, да? Ощряем мне, да. Такое счастье досталось. Инициативу поощряем. АПЛОДИСМЕНТЫ Главное знать, к кому пригласится автор. В данном случае, в Случайнике. Это очень главное, в тушении. Да. Спасибо. Учись. Очень, очень, очень. Спасибо большое. Боец. Сейчас еще раз подстраивать будем. Давай. Вторая песня называется... ИОФ. ИОФ. Чего ты хочешь? От меня. Звучит мой тщетный крик. Какого шаждаешь ты огня? О чем мечтать привык? И можешь ли мечтать вообще? Иль можешь лишь велик? Тем, кто несет в тебя в душе, Желать, но не иметь. Желание, это тяжкий крест, бездомный океан. И края нет и нет тех мест, где бы звучал орган. Звучит с начала до конца, могучий тот хорал. При трону грозного отца я жалок так немал. ПЕСНЯ. ПЕСНЯ. Компания-то. Эксперт. Эксперт. ПЕСНЯ. ПЕСНЯ. Тебе, чтобы довольным стать, Тем, как орган поет. Не вижу муком я конца, Ни в жизни, ни потом, Напиток вечного борца Впиваю шатом ртом. Так, ну что, ребята, с нами ни много ни мало Гамлет сегодняшний день, который задает проклятые вопросы. Где Гамлет? Казалось бы, такой вот персонаж, 100% классический, если верить Лёше последнему слову, сказал. Одно из последних слов сегодня здесь мы всему отношусь. Другое дело, знаем ли мы, что на эти вопросы ответить? Ну это уже такой длинный разговор, но за постановку вопроса. У нас на втором фестивале был диплом, который очень четко, но мы точно не будем сегодня повторять. Все эти на втором. На втором фестивале был диплом, который назывался «За правильную постановку лапы». Наш товарищ Переславля, водитель Саша, пел такую очень крепкую, злобную, абсолютно нерифмованную песню, но очень честную, про то, как депутаты страны пролили. Это было настолько поразительно, что такое вот диплом он получил. Значит, сегодня были вопросы другого порядка. Сегодня вопросы были другого порядка, они были все-таки глупы, но не менее серьезно. Спасибо. Алексей, я вам посоветую, вы очень одинаково все пойдете. Мы одну интонацию начали, и каждую строчку мы тоже, и в ваших стихах, вы говорили, что они хорошие нормальные стихи, здесь нормальные грамотовые, поскольку это запись в вашем месте. не бывает такого нормального, поэтому подумали, специальности над тем, как он дышит тише, чтобы он чуть-чуть, и запись в вашем месте. Вы понимаете, да? Можно, да, если вы все-таки учили. А, я же, получается, что они, которые спрашивают, все, а так волнует. А, вот так, вот. Тексты выпьют, в качестве пения. Смотрите. Ты, мусор, не достоин сам себя. Алексей. Девушка, вот рекомендации, говорите. Я, кроме всего прочего, оценил попытку, не не попытку, а гармонию во второй песне, и уход, в общем-то, в более красивые такие-то формы. Ну, понятно, что, наверное, не стоит говорить, что надо доработать до полного автоматизма, чтобы волнение не мешало это поглотить. Я понимаю, что она очень по себе знает, да? Волнами волнуется, сложные вещи в пальцами выигрывают. Ну, сама вот эта попытка, она меня очень порадовала. А знаете, как получить? Вы, допустим, берете темп, вот ваш рабочий, умножаете его постепенно. Приходите к умноженному адресу. То есть, следующее, вот, допустим, это первый. Дальше выручите во втором, третьем, пятом, двадцатом. А потом играете в первом. Понятно? Тогда вопрос. Есть еще один метод. Играть аккомпанемент с каким-то мощным отвлеком. То есть, отключим от него внимание. То есть, скажем, читать. Задите перед собой текст. Абсолютно посторонний. Прозу, газету, не важно. Научный журнал читаете, а сами пальцами все это играете. Вот когда вы сможете, сыграв полностью аккомпанемент, не сбившись ни разу, пересказать текст, то есть, когда внимание будет полностью отключено от рук, тогда можно под аккомпанемент пить. Я буду статью писать, сыграя на гитаре. Привет. Память пальцами. И потом совершенно не надо вообще никому бояться. У нас жюри не то, чтобы без зуба. Мы все свои зубы оставили в палатку. Спасибо, Лев. Так, продолжаем. Иван Соловьев. У нас целый ансамбль. Иван Соловьев. Нет, солист Иван Соловьев, а мы на подбивку. Все, понятно. Иван Соловьев. Нет, я уже видела две мальчика. Витя, можно вот Вера споет после них уже? Таня же была. Нет, сначала Вера, потом Таня. Хорошо, можно. Нужно, да? Нужно. Нужно? Да. Лена, сколько вам? Чай. Один. Один. Откуда вы поняли? Откуда это спрашивают тебя? Да. Я из Москвы, но я живу практически в Валево-Жуевском проекте. Ну, можно написать на Валево. Да. А то всем гости приведут. Поехали. Первая песня. Из спектакля что такое «Вышина»? Автор написала. Виюone. Давай. Это неприятно. iOS и я. С versionings. Из листьев, из старого зонта. Вы просто выглядели, какая красота, красота. Красота, когда кончена стужа. Когда папа сказал, беги. А когда там во дворе есть лужа. А у тебя? Красота, это... Красота. Красота, когда ночи лета. А в небе? В небе? В небе горит звезда. Как вы, галли, леща, поля, уга. И берега Австралии, иконка, иконка, иконка. И скоро мы откроем далекую страну. Герой, голая роща, я кричаю к вышему, вышему. Герой, голая роща, иконка. 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 Бордорог, безумный, безпощадный. Бордорог, безумный, безпощадный. А может, наступили холода из самой жуткой антарктичной зоны, и даже самый главный во голове. Бежал туда, куда и сам не верил, лишь бы кого-то варить в голове, изломный вскрип мне премий. Иконка. 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 Сказать мы просто не можем. Скажу следующее. Значит, перед нами был артист. Настоящий, большой артист. Спасибо за тебя. Ваня, привет! Слушай, тебе руку на поле зло с родителями. Браво! Я хотел вам сказать большое спасибо. Доставлю на этом фестивале такая возможность. Потому что сломается голос. Раньше вот так, очень тоненько. Песни Евушкина и Вера. Мальчик стройный, очень красивый. А сейчас мы стесняемся. У Делона это как раз та самая. Род безумно та самая. Один. Так. Спасибо. Вера, Вера, давай. Ванечка, ждём на следующий год. Будем живы обязательно. А как же, куда уйти? Деньги. Давай. Спасибо. 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 ПЕСНЯ 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 já Название Макарита Тучкова. Странный название, но просто ничего не приходит в голову. Это вдова генерала 20-го года Тучкова. И основательница Бородинского министеря. Было древней милой старины, Французских шуток и учителей. И было счастье, было до войны. А с той войны не было двести лет. Ушли с нами знамены степолей давно. И сгладился войны горячий свет. И снилось, он погиб в родину. Будь утешал, такого места нет. Но едким дымом белый свет пропах. Приплюзился час битвы для того. Ах, маленький мерзавец Бонапарт. С большой треугольной головой. И почему огромная любовь Библиотова не может защитить. С темной смертью может быть бедой. А небо так загадочно мочит. Когда уже венок колючий спит. А одной судьбой склоняется Сын Христос, яйца могут храмы на крови. Часовенки и слез. Звенящий от рыда нефтяный склеп. И боговый солдатик косты. И черный бродинский морей. И красный бродинский морей. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Не все слова равнозначны, есть развитие сюжета, но когда вы поете, вы скажете громкость. Я стараюсь на хотя бы максимальной громкости. Нет, не громкость, просто нам нужна не громкость, а тем позор, тише и громкость. Прекрасный этап. А вот у нас сравнение привисло, вот это просто... Ой, не думаю. Здесь просто по полной первой песни хочется лучше сказать. Мы, так или иначе, приезжающие уже двадцать четыре года, абсолютно естественно, в городе Переславль-Деварце были теплые ощущения. Но вот в предыдущие двадцать три года мы не переславлили. Мы знали, что у него есть еще один миллион друг. Вот он сегодня показал Сигаринава, Сигаринава. Спасибо большое. Я, конечно, согласна с предыдущими моими друзьями, но я взяла свои ощущения. Вы сейчас, тот самый случай для меня, когда мне ничего не было абсолютно, как успели. Главное, понимаете, ощущение от песни, что это великолепно, что это просто бревен. Спасибо вам. Спасибо. Да, да. Если можно еще... Очень меня зацепили некоторые образы, некоторые метафоры, но совершенно потрясающие находки. Да. Конечно, с первого раза трудно все на слух поймать. Все пришли. Все пришли. Буду очень благодарен. Одно пожелание. Одно пожелание. Я глазами видел очень хорошее владение гитарой, очень красивую музыку. Но я ее видел глазами. При том, что гитара сжаверная. Нет, это существующий гитар самый тяжелый на ощупь. Да. Как я не справляюсь. Просто пожелание. Просто высоту немножко дать нам услышать. Потому что там очень гармонично. Но мы, поскольку все-таки люди играющие, мы глазами слышим. Я вижу, как становятся пальцы, что они делают, я домысливаю его. А он там действительно очень красиво все сделан, очень гармонично с песней. И вот пожелание, просто этот звук едят на руку и занесут. Спасибо. А потом вот тот поэт, который лет такой поэт, который вещи называет своими именами. Потому что у нас сейчас как и традиционное что-то, как и завалированное. А вы мерзавцы, название мерзавцы. Спасибо. Я немножечко отвлеку ваше внимание на следующий необходимый момент. Мастерская пошла, она закрутилась. Есть опасения, что мы можем там единым потоком не успеть. Поэтому я сейчас снимаю часть команды. Ухожу вон туда, на альтернативный поток. Поэтому есть кто успеет возможность дважды пойти. А кто не успеет, то хотя бы в одну. Кроме того, у нас параллельно Аркадий Лебедев дает консультации по композиции. Это вот там, где чуть дальше, напротив Орговского костра обеденный столик. И есть еще поэтическая мастерская, которая работает у сцены. Значит, поэты с текстами могут туда сходить. Это параллельно. Поэтому, не разрывая здесь ничего, я беру сейчас с собой Диму. Еще одного Диму. И если нет возражения Наташу, мы отойдем на параллельный поток. И будем работать два. Виктор, только ни в коем разе и там не надо. Потому что это смысл теряет. Да, да, конечно, конечно. Поздравляю вам. Еще раз. Еще раз. Нет.